Повесть «Привычное дело» Василия Белова читает в Волокжане. Шестичасовой литературный марафон стартовал в трех точках областной столицы. В квартире музея писателя, 41-й школе, а также Вологодской молочно-хозяйственной академии. Участников приветствовал заместитель губернатора области Олег Васильев, а также исполняющий обязанности мэра города Сергей Варапанов. В многоголосии одного из самых знаменитых произведений Белова вслушалась и Мария Суворова. С какого места все дело пошло? А пошло, пармеша, с сегодняшнего утра. Так начинается история Ивана Африкановича, пармена, Мишки, Катерины. История обычной жизни простых деревенских людей. Повесть «Привычное дело». Ее герои сегодня оживают благодаря Волокжанам. Литературный марафон – центральное событие третьих всероссийских беловских чтений. Он стартовал сегодня в 10 утра, сразу в трех точках, одна из которых – музей-квартира Василия Белова. Я думаю, что все те, кто сегодня будет читать произведения Василия Ивановича, увидят не только строки, которые он писал, но и почувствуют его мысли, душу. Потому что, наверное, нигде, как в кабинете писателя, сохраняется аура его творчества. Здесь книги Василия Белова, его настольная лампа, на стенах картины. Чтобы сесть на это место, за стол классика и прочесть всего несколько страниц, нужна смелость. Студенты, преподаватели, пенсионеры, сотни участников, в том числе в 41-й школе и молочно-хозяйственной академии, где идет марафон. Присоединились к нему также первые лица области и города. На сосновке небольшой деревеньки, что стояло на середине пути, оставалось полчаса езды. Повесть «Привычное дело» – выбор символичный. В этом году исполняется 50 лет со дня публикации произведения. Книга принесла Василию Белову известность, и он по праву стал считаться основателем деревенской прозы. Необходимо, чтобы молодежь, в первую очередь, знала свои корни, свои истоки. Надеюсь, что мы выйдем на международный уровень, потому что наследие Василия Ивановича Белова необходимо распространять, изучать, познавать. Необходимо поддерживать его продолжателей, изучать его слова. Марафон транслируется на восьми интернет-площадках, в том числе на сайте Вологда Портал. В кадре только чтецы, а вот то, что происходит за кадром. Здесь участники ждут своей очереди. Волокжанка Татьяна Тепушина пришла со своим сборником, который у нее хранится уже 40 лет. Эта книга, которая у меня сейчас в руках, подарена мне была моей учительницей русского языка Зои Михайловной Шкуратовой. 40 лет назад, 3 декабря 1976 года, так что моей книге тоже юбилей. В соседней комнате студенты перечитывают книгу, репетируют. Замерз, замерз, парень замерз, дурачок ты парменка. Вот, например, пармен, парменка то, и вот хош домой-то. Сейчас никто не говорит вот такими вот словами, как раньше. Тем увлекательнее признаются чтецы. Для молодого поколения книга «Дверь в прошлое», в котором много незнакомого. Это деревенский уклад, другая эпоха, люди, которые жили своим трудом. Но для тех, кто постарше, все это привычное дело. Эта повесть рассказывает о простых житейских буднях. Написана книга простым русским языком. Я преподаю предмет географии. То есть с литературой я никак не связана, но мне очень интересно здесь поучаствовать. За происходящим наблюдает и вдова писателя Ольга Белова. Музей был открыт в прошлом году, но сегодня он полон людей и жизнью. Чувствую волнение и радость за то, что память Василия Ивановича сохраняется, что интерес к нему творчеству есть и тронуло очень отношение людей к его памяти. Приятно, что участвовали обыкновенные простые люди, причем шли по зову сердца. Это очень важно. Так хорошо читаю, с чувством. Приятно очень. Читает молодежь, что особенно отрадно. А эти карточки на столе. Впечатления тех, кто здесь побывал. Благодарности посетителей. Несколько слов написали первые лица. Общий тон один. Это было незабываемо.